короче чё ребята вот бывают такие ситуации да у вас убежите в группе короче остановился типа там попил водички там до суда короче еще чё-нибудь короче все надо гнать да вот садитесь вы на мотоцикл объясняю что делать короче смотрите вот его подножечку убрали включайте зажигание лопа короче сдох аккумулятор все блин короче чё надо сделать в этих в этих случаях вторую ладно первое привет короче сдох аккумулятор бля все-таки вторую надо короче чуть-чуть толкаете у меня чуть-чуть и короче ни кера у вас не уходит потому что надо ребята блять вторую включить сейчас мы включим вот все потом чуть-чуть не сумка аккумулятор легче купить скачет так позориться бля и короче все бля короче вы материтесь ругаетесь надом короче нехорошие слова а в итоге чё ребят в итоге вы тупанули сами бля купите нормальный хороший аккумулятор вот как я вот сейчас купил хороший аккумулятор китайской я купил себе мопед китайской и все и будете кайфовать вот так вот как я вторую чуть-чуть толкнули и все сейчас ты жарко сейчас вы потеете а вот 8 придет и она уже почти пришла и будет прохладно и вы как раз будете разогреваться и обязательно пойти песенку я купил себе мопед китайской и все ништяк ну это конечно угораю уже у меня ребята что-то блять жарко мне меня скульптуру стигну короче как-то вот так вот аккумулятор купите знаете какой хвалят нитро нитро короче еще какой-то там но никак пацаны вот не берите аккумулятор скажут сразу по чесноку дельта вот есть такой аккумулятор дельта знаете он у меня под сиденьем стоит вот такой аккумулятор не советую брать я думал он нормально он короче нихера не нормальный короче шляпа шляпная вообще не надо ребята аккумулятор брать я уже проехал знаете сколько из дома на этом аккумулятор 35 км и и он нихера он короче зовет у меня вот сейчас заправки заводил у вас на счетом расстанавливать а уча вот сдох резко неожиданно сдох аккумулятор два года и все зимнее время он дома лежит заряженный периодически я его заряжаю так что насчет хранения аккумулятор у меня все путем сейчас многие напишут там попробуй его реанимирует я пробу реанимировал конечно заливал туда электролитом он в деле вы чуть-чуть там по 25 миллилитров шприц набирает заливаешь электролитом каждый баночки кипятишь его ну как кипятишь заряжаешь его короче зарядным устройством таким очень маленьким током потому что он гелевый и все и он у вас поработает месяцок и вот будет такая же герня вот сейчас как у меня все ребята аккумулятор покупайте хороший лучше добавьте рубалек сверху чем потом тратите еще два рубалька на еще один аккумулятор зато у вас и будет два один не рабочий один рабочий а так пусть лучше у вас будет один хороший качественный добротный аккумулятор и все и ребята не надо париться что-то у меня щелкает под седухой туда-сюда дохлый аккумулятор ребята дохлый у меня такие ситуации вот как у меня сейчас вымораживают вроде нормальная кб бля а заводить приходится с толкача бля как и жахта на сыре как и жахта не ну и жахта у меня ну не мой жахта заводится с первого пиночка по кикстартеру а вот так вот чтобы толкача ну это короче не из приятных не из приятных ситуаций короче ребят не повторяйте мои ошибки по весне то вот как раз бывает хочется уже сезон пацаны уже сезон пацаны уже катает открывается сезон а ему только доремонтирую новые вкладыши поставил с алиэкспресса новый цепь грэмс алиэкспресса вкладыши коленол у меня расточный вкладыши китайский первый ремонт все ништяк будет надо мне аккумулятор дохл срочно аккумулятор надо пойду куплю добавок китайский аккумулятор под названием дельта и будет вам счастье купить и коня и кайфовать за это я угадаю ребят ну че вы там все какие-то заторможенные вот че вы едете как заторможенные а? че камаз этот хочет меня сбить я ему ничего не сделал но он же дал шанс моему дяде а мне не хочет давать бывает и че удивительно аккумулятор вот так вот вздыхает на жаре когда жарко на улице не когда вот там плюс 15 плюс 2 а когда плюс 35 как так-то? да вот хрен его знает как так это короче во всем виновата политика стопудово политика виновата по-любому это не китайцы виноваты а это политика виновата политика китайцы то они не виноваты они знают свою работу а вот люди в кресле они не знают свою работу они лишь думают о новой яхте за несколько миллиардов евро и все и все а мы простые пацаны думаем о дешевом аккумуляторе китайском за пару друбасиков и все вот оно в чем разница ну опять что ли пробку ну ребята ну как вот так вот есть ли у вас совесть куда подевалась совесть у вас в последние года вот вы что творите вот вы вот встали а вот же так они специально сделали слева для меня красава ну вот дорога а что они здесь по ней ездят странно да они просто не они не знали об этом но это не точно может и знали ирура 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 как говорит жоль квартанов говорит все ваше мое все что было ваше это все мое все города мои все острова мои с каждого дерева инжир мой все мое идите нахер и все короче как то вот так вот ребята ируне а вообще так привык уже на мотоцикле ируне уже вообще полоцком просто Это, видать, просто первое, как первое чувство, когда пересел на АТШ, точнее, СТШ на Калу. Я вот такое чувствую. Ветер дует, посадка, руль низко, скоростя не так, повраг не заедет, больно же не проедет. Там грязь, там грань, скорее уже угораю. Конечно, есть такая инфа, но это не точно. Ну что, все, ребят, короче, буду завершать витосик. Короче, всем до свитосика, я завершаю сейчас витосик. Кто-то смотрел, тот молодец, кто поставил палец вверх, тот красавец. Все, пацаны, всем счастливо, всем пока.